Детский сад номер 3 в Вяземском посещают 127 малышей. В этом году из этих стен вышли первые кадеты-пограничники. Их группа несколько лет активно принимала участие во всех патриотических мероприятиях района. Детей здесь обучают навыкам экологии. Воспитанники изучают природу и историю родного края прямо во дворе своего сада. Вишни у нас для птиц. Причем дети это прекрасно знают и никто никогда не ест. То есть они уже это усвоили. Это шиповниковая аллея. Грибочки, да, за месте. Да, грибочки-то у вас растут. Растут. И вишневая аллея, вишневая, рябиновая аллея. Вишни очень много в этом году. Причем родители у нас приходят ее собирать. Деткам в аре домах вкусные компоты. Здание детского сада построено в 1969 году и уже износилось на 52%. Необходим ремонт внутри помещений, замена инженерных сетей, пожарной сигнализации. Сейчас администрация района готовит документы для получения финансирования по федеральной программе развития образования. Родителей также волнует безопасность детей во время прогулок. Асфальт в последний раз здесь меняли больше 10 лет назад. Взрослые постоянно участвуют в субботниках, помогают строить новые беседки. Но чтобы благоустроить всю территорию детского сада, нужно около 12 миллионов рублей. С такой душой мы все здесь сделали, с такой душой содержится. И понятно, что уже ветхими стали коммуникации, нужна реконструкция. Здесь нужно положить действительно новый асфальт красивый. Убежден, что здесь будет еще красивее. И самое главное, что вы уже вдохнули душу в этот детский сад. Родителям спасибо большое. Мы денег с регионального краевого бюджета дадим. И сделаем этот садик еще красивее. В Вязинском сейчас кипит работа в районе улицы Казачьей. Один подрядчик капитально ремонтирует отмостки домов, другой благоустраивает придомовые территории. Новый асфальт, пешеходные дорожки, водоотведение, освещение и детские площадки появятся благодаря программе благоустройства дальневосточных дворов. В этом году в Вязинском районе по ней приведут в порядок пять территорий. Три двора – это ваши доп. деньги, которые уже начали. И дополнительные, да, и спасибо здесь Миндальевосокоразвитию за то, что они нашу просьбу не творили. Поэтому объективно, да, дворы, вот это один из них. Да, плюсом три дворовых коммуникаций. И вот один из них. Когда? Ноябрь здесь срок двора? Через месяц вы сдадите. Через месяц вы сдадите. Кроме благоустройства дворов, во время рабочего визита главы края обсуждалась реконструкция и ремонт дорог Вяземского. Несколько лет муниципалитету не удается зайти в федеральные программы. Дмитрий Демешин пообещал оказать поддержку в ремонте двух дорог на улицах, где живут наиболее активные жители города. По двум дорогам с главой района поговорили, вот, и Орджоникидзу следующим, вот, поэтому слышим, опять же, должны быть убедительны в части программы, вот, у нас и БКД, и муниципальные дороги, вот, и администрация тоже должна больше зарабатывать. А мы с главой поговорили, кирпичный завод закрытый, молочный завод закрытый, вот, услышите, мы должны приводить экономику. И вы, депутаты, тоже притаскиваете эту экономику в район. Дмитрий Демешин также посетил краеведческий музей имени Усенко. В одной из экспозиций фрагмент избы крестьянина. Когда-то она стояла на одной из улиц Вяземского. Переместиться в 19 век можно с помощью очков виртуальной реальности. Музей приобрел их благодаря нацпроекту «Культура». Попасть в него пыталась и районная библиотека, чтобы стать модельной. Но пока не прошла конкурсный отбор. Мы эту программу будем расширять. Она смысленно будет оставаться на конкурсной основе. Почему? Потому что, опять, нам важно не деньги освоить. Я вообще не люблю это понять очень сильно. Нам важно, чтобы привести лучших.